Попали в больницу не по своей воле и на скорой. Сейчас в лечебных учреждениях Иркутска находятся три человека, пострадавших в аварии с автобусом в областном центре. Сегодня в распоряжении журналистов оказались кадры столкновения. Их мы покажем прямо сейчас и поделимся последней информацией об этом ДТП. Вечерний час пик перед светофором затор. Чтобы сэкономить время, водитель пассажирского автобуса объезжает пробку по свободной крайней полосе. Однако такой, казалось бы, безобидный маневр заканчивается на перекрестке. Маршрутка на полной скорости врезается в заказной автобус. Водитель общественного транспорта получает смертельные травмы. Оба водителя имеют достаточно продолжительный опыт нахождения за рулем. Гораздо меньше стаж вождения у как раз водителя, который погиб в результате ДТП. Касаемо административной практики, мы не можем сказать, что это были какие-то злостные нарушители. У них были единичные случаи. Порядка двух правонарушений в течение последнего года. При этом, кто же нарушил правила, говорить пока рано. Сейчас специалистам предстоит провести ряд экспертиз. Уже известно, что в момент аварии в более крупном автобусе был только водитель. Он не пострадал. Что касается маршрутки, то в ее салоне было 9 человек. Многим понадобилась помощь врачей. На месте аварии работали 6 экипажей скорой. Они доставили в больнице всех, кто получил травмы в этом ДТП. В числе пострадавших и двое детей, одному из которых около трех лет. Сейчас ребенка готовят к выписке. Всего же в аварии пострадали 5 человек. Троих пришлось госпитализировать. Серьезное опасение у врачей вызывало состояние 41-летней пассажирки. Одна пострадавшая поступила с тяжелым мужеством на травмы. Сейчас находится в реанимации. Состояние с пятницы до сегодняшнего дня уже стабилизировалось. Идет положительный динамик. Идет улучшение состояния. Она была в шоке. Шокогенная больная была. В шоке поступила. Сейчас из шока выведена. Была анемия выражена. То есть кровопотеря была приличная. Сейчас все компенсируется. Также предстоит определить, находились ли водители обоих автобусов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запланирована и проверка технического состояния автобусов. Только после этого можно будет сделать вывод, что же именно привело к трагедии на дороге. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.